друзья всем привет меня зовут аня и я художник скетчер иллюстратор я рисую спиртовыми маркерами и сегодня мне выпала просто безумная удача я являюсь обозревателем мартовской коробочки о дуду и скетч коробочки с маркерами я если честно мечтала просто об этом и тут по счастливой случайности мне предлагают стать этим обозревателем и я уже очень хочу начать я очень хочу посмотреть что то потому что я не знаю что находится внутри коробки я буду открывать ее при вас и если честно она у меня лежала несколько дней и просто мне безумно хотелось уже открыть и посмотреть но я хочу поделиться с вами этими эмоциями которые будут при открытии коробки поэтому давайте начнем прямо сейчас мне уже не терпится вот так вот выглядит коробочка которая мне прислал курьер ответственный момент беспощадно не открываем вот так вот выглядит эта коробочка с наклейкой дуду он скетч и давайте откроем вау блин ребят смотрите как как все красиво выглядит конфеточки с рафаэлой это просто очень очень мило и вот тут такая визиточка дуду он скетч еще рафаэлка господи сколько их здесь и я вижу набор для выращивания сиренью блин это очень очень круто вот ну я хочу сказать что у каждого в коробочке может чуть-чуть различаться какой конкретно горшочек с растением но блин это прямо очень круто я обязательно посажу убираем прекраснейшую бумагу блин это все богатство посмотрите это шикарно это маркеры про маркер от виндзор и ньютон вот так вот они в каждой в индивидуальной упаковочке посмотрим с вами чуть позже цвета смотрите вот такие салфетки антибактериальные это кстати очень круто и важно что ребята положили потому что несмотря на то что маркеры такой довольно не пачкающий материал как например масло или акрил все равно бывают руки в спирте в этом и иногда как бы клин клином спирт спиртом поэтому очищаем руки спиртовыми влажными салфетками здесь еще есть вот такие милые открыточки тоже очень приятно с логотипами doodle and sketch боже это вообще это моя мечта ребят это же скетчбук скетчбук doodle and sketch просто шикарно я очень хотела я наслышана о их бумаге боже он еще такой толстенный 200 грамм 100 страниц все я короче вообще влюблена полностью и немаловажные инструменты это Liner микрон 0.2 я на самом деле пользуюсь 0.1 0.2 примерно вот такими с такой толщиной и моя любимая гелевая ручка гели ролл десятка я на самом деле десяткой пользуюсь чаще чем 0.8 или 0.5 потому что у них там есть разные размеры вот и блин это очень круто тут много так всего особенно мне хочется разобрать вот эти маркеры их огромное огромное количество и я еще хочу сказать вам ребят что самое крутое это то что когда вы приобретаете эту коробку содержимое ее будет вам дешевле если вы пойдете в любой розничный магазин и купите все по отдельности поэтому это намного выгоднее если вы купите коробку и вообще ну блин это же так круто это столько эмоций и ну как ну как ну как это все надо есть рисовать поэтому давайте быстрее перейдем к столу и начнем наш с вами видео урок поехали ну что ж друзья приступим к тому чтобы посмотреть что же за богатство нам сегодня досталось и конечно я хотела сказать что это не открытка что это наклейки видимо я просто оговорилась поэтому можно ими обклеить весь скетчбук что я и сделаю и я освободила свой скетчбук от внешней упаковки но я еще не открывала его и каждый маркер тоже уже распаковала от индивидуальной упаковочки чтобы просто не тратить наше с вами время но я также не знаю что за цвета внутри потому что маркеры такая немного коварная штука иногда цвет который мы видим на колпачке или вот как здесь у про маркера на самом маркере он иногда может отличаться поэтому нужно обязательно выкрашивать все маркеры при тем как вы приступите к основной работе итак давайте начнем начнем со скетчбука посмотрим изучим его мне очень нравится что он такой толстенький и вот этот корешок очень приятный здесь 100 страниц и 3 не промокашки внутри и крутость его в том что он раскрывается на 180 градусов давайте посмотрим вау блин у него очень приятная бумага на самом деле уберем вот эту вот бумажку вот кстати вот эти 3 не промокашки они сразу у нас появились дело в том что бумага на которой мы будем с вами рисовать она промокает поэтому не забывайте подкладывать листы вот чтобы не запачкать остальные блин он идеально раскладывается вам хочу сказать действительно на 180 градусов потому что многие производители говорят что да у нас скетчбуки раскрываются на 180 градусов но на деле не совсем а тут прям очень круто я прям в восторге хочется уже попробовать порисовать и бумага белая белоснежная довольно таки глянцевая такая и должна быть как раз бумага для маркеров и давайте вот на этом листе посмотрим что у нас за материалы я подкладываю подложку не промокашку поэтому не забывайте тоже это делать и в первую очередь я хочу посмотреть толщину линера и его цвет толщина на самом деле очень очень хорошая именно вот у микрона 02 это такая довольно универсальная толщина на самом деле я микроны да действительно очень люблю и часто ими пользуюсь поэтому тоже потестируйте не нужно очень давить на линер потому что вот этот вот пишущий узел он довольно тоненький остренький надо быть очень аккуратным чтобы в первые секунды нашего рисования не сломать его белую гелевую ручку мы посмотрим после того как изучим маркеры и давайте приступать к цветам я насчитала 9 маркеров цвета в каждой коробке могут немного отличаться у конкретно этих маркеров про маркер виндзор и ньютон у них два наконечника это пуля и долото вот так вот они выглядят это долото это пуля на самом деле виндзор и ньютон самый удобный в этом плане маркеры потому что здесь сразу видно где какой наконечник потому что многие производители просто ты открываешь маркеры методы тыком ищешь нужные тебе наконечника тут сразу видно что с этой стороны пуля с этой стороны долото плюс дополнительно видите тут указано что здесь долото и здесь пуля и первый такой насыщенный голубой цвет он у нас называется кобальт блум би 637 давайте его попробуем я обычно выкрашиваю долотом очень красивый цвет и вы видите даже как впитывается цвет в бумагу он вообще шикарный давайте подпишем его я всегда подписываю цвета чтобы потом не забыть шикарный просто очень красивый цвет и вот видите как раз для чего нужна промокашка чтобы не запачкать еще другие листы которые под ним есть так далее идем такой насыщенный ох красный прям цвет губной помады и он называется он называется цвет губной помады я просто пророк лип секрет р сейчас мы его тоже подпишем р 576 тоже очень такой приятный немножко коралловый цвет и как раз рядышком к нему я выкрашу вот такой шикарный розовый прям ососе на самом деле цвет r547 и на самом деле мне кажется вот эти два цвета они могут отлично у нас с вами смешиваться перед тем как начать смешивать цвета я начинаю с самого светлого оттенка я наношу прям такой довольно обильно маркер то есть я не отрываю руку от бумаги далее беру второй цвет который уже более темный и прохожусь также активно немножко залазя на предыдущий наш первый цвет и теперь беру опять первый и вот в этой границе пытаюсь их растушевать господи мне очень нравится эта бумага она шикарнейшая и цвета смешались ну прям вообще великолепие я опять могу вернуться к второму цвету и вот кстати когда он он вот-вот как бы промакивается бумагу это идеальный момент для того чтобы именно наши маркеры смешать по моему они смешались просто шикарнейше вообще мне очень нравятся приятные оттенки продолжим с зеленых то есть я вот такую создаю как бы лужицу маркера потому что многие люди когда только первый раз встречаются с маркерами они закрашивают вот так вот и это неправильно потому что мы видим в таком случае вот эти вот полосы нам они не нужны поэтому мы просто вот активно вот так вот проходимся в нашем участке цвет крутейший просто такой светлой травы весенней G339 очень красивый и как раз тут есть у меня еще один зеленый тоже сразу рядышком их выкрашу тоже хороший такой более теплый и яркий зеленый попробую тоже их растушевать по тому же принципу и они тоже хорошо смешались вообще прям рождены друг для друга то есть вы видите вот этот плавный переход который создается от световому к темному подпишем подпишем тоже G так G 267 и также у меня есть коричневый в наборе есть вот такой вот светлый карамельный он называется цвет карамелло давайте тоже его попробуем ой такой приятный 0 727 и как раз тоже есть более темный цвет коричневый поэтому тоже сразу я смешу посмотрю насколько хорошо они смешиваются заодно выкрашу он у нас более такой шоколадный беру предыдущий маркер и прохожусь в границе ох это то что нужно то есть не бойтесь возвращаться к предыдущим цветам это у нас это у нас 0 324 называется берн циена красивые очень цвета и вот это вот даже не видно перехода границы перехода не видно потому что они хорошо очень смешались между собой и у меня еще есть в наборе два серых оттенка конечно в базовом наборе скетчера должны быть серые цвета и тут как раз у меня холодные серые я больше всего люблю холодные серые потому что есть еще теплый серый оттенок нейтральный и у каждого производителя они разные даже вот холодный серый у разных производителей может быть разным и буду скетч просто чувствует меня на расстоянии вот такой светлый серый оттенок c g2 cool grey 2 и рядышком я выкрашу второй серый cg4 и по такой же аналогии пойдусь между ними чтобы они у меня смешались тоже отлично смешиваются cg4 и можно как раз сейчас посмотреть как белая гелевая ручка работает белая гелевая ручка нам нужна для детализации работы то есть мы можем сделать какие-то блики нужные нам эффекты все это благодаря белой гелевой ручке то есть можно ставить вот такие точки различные линии и так далее она очень ярко эффектно смотрится я люблю гели ролл и десятка она хоть и толстенькая но не знаю мне почему-то нравится как раз более толстые линии толстые пятна вот детализация конкретно марки еще я хочу заметить что в наборе не было карандаша и не было властика чему я на самом деле очень рада потому что я как раз тот человек который за то чтобы не использовать карандашные наброски потому что когда вы начинаете работать сразу линером это очень тренирует вашу руку и нету такого что на самом деле карандашный рисунок можно как бы менять миллион раз потому что у нас есть волшебная средная резинка и вот мы сидим над одним рисунком очень много накидываем работ вариантов потом стираем потом делаем заново очень много времени отнимается а когда мы начинаем работать сразу линером некая ответственность возникает за свой будущий рисунок ты становишься более таким уверенным в себе и не бойтесь белого листа есть на самом деле даже такое упражнение если кто-то боится прямо вот знаете когда приобрели такой классный скетчбук белый и все боятся рисовать на нем то просто сделайте какой-нибудь каля-маля на нем немножко его испортите вот как сделала я например то есть ничего такого сверхъестественного вы красите те цвета которые у вас есть и он уже будет не таким идеальным так скажем и вы спокойно уже сможете рисовать дальше вот как раз смотрите как цвета протекают и наша подложечка спасательница все сделала выполнила свою функцию мне очень нравится этот скетчбук конечно он действительно классный и вот это раскрытие на 180 реально на 180 они как многие обманывают и вот эта твердая обложка тоже мне очень нравится потому что в мягких обложках у меня вечно все пачкается, рвется, мнется а тут такой прям ученический такой проект вот поэтому я надеюсь вы попробуйте тоже этот скетчбук эту бумагу обязательно выкрашивайте свои цвета перед началом работы еще раз напомню что они могут отличаться от того что представлено конкретно на маркере то есть вот даже мы можем вот так вот сравнить и через камеру видно что вот этот цвет на маркере и цвет на бумаге он немного но отличается поэтому с этим надо быть аккуратнее вот и давайте уже с вами начнем к работе посмотрим что можно сделать вроде таким кажется на первый взгляд минимальным набором цветов но я хочу вас разубедить в том что нужно иметь очень много маркеров чтобы сделать крутую иллюстрацию или крутую работу нет на самом деле можно иметь как в нашем случае всего лишь 9 маркеров линер и белую гелевую ручку и клевый скетчбук собственно и с помощью этого набора сделать очень классную яркую иллюстрацию так что давайте начнем и не забывайте что одним цветом вы можете сделать такую полноценную работу просто потому что чем больше цвета вы наносите на бумагу тем он становится насыщеннее и смотрите чтобы обязательно один лист был светлее другой темнее потому что один находится в тени и мы все время как раз его утемняем тогда у вас будет более объемная работа одним и тем же цветом можно проходить несколько раз утемняя нужные нам участки вы можете сделать такие хаотичные движения главное чтобы самая темная часть была вот здесь не доходя до края и не доходя до половинки кружки давайте еще добавим а-ля эффекты ржавчины почему бы и нет возьмем 0 O324 и вот такие вот потертости как будто у нас тут что-то стекает какая-то шавчина кое-где ставлю такие пятнышки просто ради такой эстетики и я именно детализирую тюльпаны не растения сзади потому что наша цель привлечь внимание зрителя по тюльпану и обязательно смотрите чтобы движение вашей руки шло опять по ходу предмета то есть меня горизонтально и подписать дату надеюсь вам понравился этот урок творите вытворяйте вдохновляйтесь и конечно желаю вам творческих успехов вот надеюсь вам было в кайф и вам понравилось и